Адамас Голодец В прошлом дизоне, пожалуй, эта болезнь осталась у белоглубых и в новом Несокласованность действий галкипера и защитника привела к тому, что австрийцы первыми получили реальный шанс отличиться, но не очень удачно разыграли свободный в пределах штрафной площади Выделялся своим мощной напористой игрой девятый номер Рапидо Янкер В этом эпизоде его удар пришелся рядом со штангой, но лишь после того, как задел кого-то из собственных партнеров Янкер действовал в своем стиле Он мощный нападающий и если даже сам не угрожает воротам, то отвлекает на себя большие силы защитников Ну и может при случае удачно пробить головой с таким ростом Играть на втором этаже плохо, стыдно Ну а динамовская защита в первом тайме допустила грубую ошибку Не очень удачно в этом резонте действовал Юрий Ковтон Именно он позволил семерке австрийцев штумфу пройти в собственную штрафную и нанести точный удар Адамас Ломонович Гладец уже в первом тайме был вынужден заменить Дмитрия Черышева и Тану Сафронова Но появившийся на поле Гришин и Тишков не смогли особо обострить игру динамовцев в атаке В активе Гришина вот этот дальний удар, который прошел рядом со штангой Во втором тайме динамовцы снова больше владели ничем Австрийцы весны, так как и положено команде, которая играет в гащетах и ведется с отчетом 1-0 Они отдали территорию и пытались на контратаках сыграть в этой встрече и добили своего Не очень много было моментов, опасных моментов и ворот Канцеля Отметим только удар в штангу Андрея Кобелева Очень много было брака в передачах у белых и голубых И часто владели ничем, они казалось, не знали, куда его девать Египет